Во исполнении вашего поручения МЧС России совместно с Минфином России проработан вопрос по увеличению размеров выплат пострадавшим. В правительство внесён проект постановления, которым предусматривается их увеличение в полтора раза. То есть вместо 10 тысяч 15 тысяч рублей. За утрату имущества вместо 50 и 100 тысяч рублей будут выплачиваться 75 и 150 тысяч рублей соответственно на каждого пострадавшего. Такой же подход реализован и в отношении граждан, получивших вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации. Эти выплаты будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Причём указанные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года. После их принятия гражданам, уже получившим выплаты, будут доведены дополнительные средства, работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. При этом максимальный объём строительства жилья необходимо завершить уже к 31 октября 2024 года. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Насколько в среднем у нас вырос размер выплат всех пострадавшим от паводка? Где-то в полтора раза примерно? Да, полтора раза, Владимир Владимирович. А сколько людей ещё находится в ПВРах? Есть у вас такая? Владимир Владимирович, 242 человека. 242 человека всего. Все остальные разошлись по родственникам и знакомым. Ну и снимают жильё. Понятно, понятно. Ирайка Новорович, восстановим мы к холодам жилые помещения? Да, Владимир Владимирович, коротко доложу по ситуации. Оренбургская область обследованы 28 145 индивидуальных домов, 329 на квартирных. Значит, начато строительство жилья для 800 семей. Это 300 индивидуальных жильщих домов и централизованно строится. И 500 квартир на квартирных домах. Значит, задача стоит в этом году работу завершить. Значит, остальные у нас пошли на выплаты и принимаются окончательные решения через выплаты обеспечить квартирами. В Курганской области работа тоже на стадии завершения. Выплаты получают жители. И решения по обеспечению тоже все необходимые с регионом приняты. В Тюменской области у нас 839 индивидуальных было жилых домов. И все идет через выплаты. И часть утраченных семей тоже средства получили. 6 семей уже. Значит, сложная ситуация была. Докладывали уже по автомобильной дороге. Тюмень, Омск. Здесь совместно с регионом, с Росавтодором и Минтранцем оперативные меры все были приняты. Трасса оставалась проезжей. Но необходимые действия нужно предпринять, чтобы в будущем исключить эту ситуацию. И стоит задача поднять уровень фактически этой дороги на 2 метра. По Омской области по мере схода воды идет обследование. Индивидуальные дома обследованы все. Значит, у нас продолжается работа по Усть-Ишиму. Населенный пункт фактически достиг, вода достигла новой исторической отметки. Сейчас разрабатываем мастер-план по Усть-Ишиму, чтобы определить новые территории, где будем строить жилье. Потому что на прежних местах строить, в принципе, бесполезно, будет опять подтоплено. По Сахай-Якутии затоплено было 978 индивидуальных домов и 33 многоквартирных. 852 жилых дома освободились от воды. Здесь работу продолжаем. Планы графики сформированы с регионами, находятся на особом контроле, Владимир Владимирович. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Да, Ирек Иванович, до холодов-то мы что сделаем? До холодов-то. Построим квартиры в Орске и построим индивидуальное жилье. И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить. Значит, люди выбирают свой график территории, а регион будет компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям. Все, понял. Хорошо. Внимательно следите, пожалуйста, за тем, что там происходит. И сопровождаете это административно обязательно нужно помочь нам на месте.